На этом одном ряду мы видим надписи «Урок». Что такое «Урок» и чему посвящена серия «Этина». Это юристовская сказка Алексеева Сергея Трофимовича «Как жили древние люди». Она значит от 6 до 60 лет, то есть и взрослым, и детям. И здесь я как раз, почему «Урок»? Ну, это знание. Мы познакомились с Сергеем Трофимовичем примерно полтора года назад. Он представил несколько произведений своих, вот одна как раз была сказка. Он дал прочитать, прочитал, меня как-то все это заинтересовало, и вот я оформил. Здесь 11 уроков, она состоит, по-моему, из 20 уроков. То есть вот первую часть оформлял другой художник. Вот, ну, как он сказал, что вот как раз вот эта часть такая, она более трагическая, более такая философская, более такая тяжелая, наверное, все-таки. И вот он сказал, я вот как-то вижу тебя, чтобы ты оформил. Вот, где-то это все заняло около полгода, все это оформление. Но я специально ему сказал, что, Сергей Трофимович, давайте делать не иллюстрации, а вот все-таки картинами. То есть картины, они могут как и выставкой быть, и в то же время иллюстрацией вот книги. Начало, по-моему, вот как на земле видела зима. Дело в том, что, я бы даже сказал, что это история нашей пращицы. То есть произошла какая-то катастрофа. И вот пеплом закрыло небо, то есть люди погрузились в полный мрак. Вот, и снег уже шел, не белый снег, а вот серый, черный пепел. Людям надо было как-то выживать. Вот, и вот, как предводитель, племени, раз, Бог. То есть он говорит, я вас выведу, если вы будете верить мне, то есть идите за мной. И вот здесь происходит, то есть путь такой, вот как у нас, мы читаем книги, то есть когда в Гипербурге произошла катастрофа, то есть вот эта цивилизация, двинулась вот как раз на Ура, в Сибирь, то есть вот потом вот такое вот движение было народа. Здесь, в принципе, то же самое. И вот в процессе вот этого движения, что происходит с людьми, что происходилось. Кто-то был, оставался, оставался все-таки человеком. Даже вот в таких условиях очень тяжело. Кто-то уже, конечно, превращался в живот. Даже там есть картины, что человек уже потерял человеческие вот эти чувства, то есть он уже превращался в живот. То есть мог там гравить, убивать. В принципе, даже мне чем-то напоминает этот сегодняшний вот именно день. То есть здесь было, люди занимались, то есть обмен, но обмен был вот такой, то есть сначала гравили, потом обсобирали, потом отбили. То есть даже вот огонь, который их согревал, обогревал, делал пищу, даже на этом было сложно то, что сначала набеги были, тушили, потом этот же огонь отдавали за какую-то там пищу, за что-то, нет такого. Почему на ваших картинах тема волка так поднята? Много волков, одинокие, стаи. Здесь нужно просто, видимо, наверное, прочитать эту книгу. Там обо всем это все описано. Дело в том, что волчица, когда люди потеряли всю надежду, ну, тогда еще были, как бы, животные, как говорят, что они не могли разговаривать. Она говорит, я вас спасу. Вот, она, значит, ушла, принесла огонь людям. Вот, как раз вот здесь вот. На этой работе, да, как вообще-то стало вождем людей. Вот, и здесь вот, как бы, ее восхваляют. Вот, сначала вот она бессилела, кормящую матерь, значит, ее напоили молоком. Вот, после этого, как бы, пришла сила, вот она ушла. Вот, как раз, она в голову пришла, взяла вот искру огня, принесла, людям дала тепло. И вот здесь пошло дальше движение. Здесь она превращается уже в девушку, вот. Потом ей здесь, значит, сын Бога дарит такой плащ, он очень интересный. С одной стороны, как бы, когда она одевает, он плащ, как бы, в таком пламени, как бы, это день. Вот, потом она его переворачивает ночью. Вот, и когда люди уже зашли в пещеру, то есть, у людей, ну, что, они не могли ориентироваться, то есть, у них же не пещера, что происходит на улице, день, ночь, темно, и все это в темноте. То есть, она уже сама, как бы, регулировала вот этот день ночью. Вот. Ну, это, в этом году, вот, это последняя работа, как раз, навалите. Ну, что, уже, 12-13 год, я думаю, где-то так уже это все писала. Вот, это серия «Берегини». А, это тоже серия, да? Да, то есть, вот, здесь тоже не все работы, но то, что есть, вот, есть эти работы. «Берегини» «Святой Русиинка», вот так еще называем. Дело русской, дославянской женщины-богини, правильно? Да. Дело в том, что в каждый момент, то есть, происходит, что, как бы, перевоплощение. Ну, женщина провожает, женщина ждет, благословляет, бережет, то есть, все здесь. То есть, в какой-то момент женщина превращается в гладу, берегину, там, роженицу, то есть, она оберегает. То есть, здесь просто, вот, новолетие, допустим, да, вот, это, как бы, перевоплощение уже волчицы, вот именно она, как и предводительница, она вот, стаил, видел, хотя мы говорим, что волк, в принципе, как бы, главенствующий, все-таки стаи идет за, да. Следующая работа. Вот, вот, чистота духа, вот, и появление чисто. Следующая работа. Здесь женщина. Хранительница пульсия. Хранительница пульсия. Да, ну, каждый человек, когда-то, куда-то что-то идет, наверное, ну, какое-то движение, и вот это, ну, всегда над нами мы чувствуем, какого-то ангела, наверное. И вот это есть такое, вот, как вот, она хранит по пути, вот, чтобы человеком там или с кем-то не совершалось, вот, она предчувствует, она хранит, она рассказывает. Здесь вот, впереди, если, ну, если, ну, хотя здесь немножко, ну, в бесах, это бывает. Это, ну, это, как бы, вот, бережет, ну, это немножко, как, повыше, это бережет нашу Русь, нашу Родину, вот, как вот так. И вот здесь в очень красивом колорите серебристо-синим, это продолжение, да, это женское? Да, да, это тоже покров, покров, ну, здесь, вот, в центре показалось, здесь землю нашу, это наш дом, где вот мы живем, работаем, мы все совершаем, к чему-то стремимся, и вот это все-таки тоже нужно оберегать, потому что в любой момент она хрупкая, все, что угодно может произойти, и вот я тоже показал, что можно хранить ее, это наш дом. Что за название у этой картины в углу? Карна? Карна, перевоплощение, в принципе, здесь тоже, как бы, хранительница какого-то места, то есть вот именно в каком-то моменте тоже идет перевоплощение, то есть это тоже хранит, то есть в пути, в движении, ну, здесь как раз вот эта работа, что интересно, «Соли земли», я сделал, прочитав сокровище Валькирии, это Алексея, вот, да, и вот возник такой образ, но не то, что вот непосредственно по книге, то есть он мне дал просто толчок, и я вот здесь сделал, такую картину. Кто внизу одинокий? Волк внизу. Белый? Да. Почему белый? Ну, чистота, потому что все, что у нас у нас у белого, девять белое, то есть волк белый, то есть раньше вот как-то вот, даже выводили специально, то есть вот гиперборея, там, ну, чистота, то есть мы хотя и говорим, там, адбиноса, все это, но это чистота. Понятно. Редактор субтитров А.Семкин